Я раньше не замечал, зачем ты все застегнули на все? У тебя там рубашка-то есть? У тебя рубашка по пункту я вижу. Позревает меня нарушение благочестия. Я просто примял ее, чтобы они не болтались. Пускай болтается, ты знаешь. Ну, можно и снять, в принципе. Ну, брат зашел, раз вот так расстегнулся и говорит, я специально расстегнусь, чтобы ты видел, чтобы не смущался. Я смотрю у тебя, ты рубашку-то вытащил, а для чего нужно, чтобы это? Чтобы шеренку закрывали. Не надо эту верху. Мы же договорились, что когда крамп заходит, она раскрыт. Ты как будто первый раз, первый класс. Доходим, доходим. Так, кремлина. Это второй. Да что там, гоня, куточка, и что ты делаешь? И детская рубашка, я помню тоже. Рубашка там для того, чтобы у тебя... Понятно. Да, шел, да? Да, если бы не что. Еще? Ничего, ну, понимаешь. Я не могу, что там балакон. Нет, табаки. Балакон, а что за ячинка? Понятно? Выги на улицу. Все, 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 все. Все, 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 все. Тебе сны, утешителю души истины, и жизнь известны, и все исполняет сокровища благих. Ты жизнеподателю, иди все висяны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови нас и пребудь с нами, и Дух Твой Святой да не покинет нас. Господи, Тебе за все хвала. Отец и на Дух Святой. Аминь. Аминь. Толкование на сегодняшнее течение. Прославие к римлянам. Послание к римлянам святого апостола Павла. Глава вторая, стихи с десятого по шестнадцатый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Десятый стих. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. В следующем, далее апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит пользы, ни ни обрезание не причиняет вреда, и затем показать необходимость веры, оправдывающей человека. Для этого он сначала не спровергает иудейство. Заметь же мудрость говорит о бывшем до пришествия Христова, что мир был исполнен пороков, и что все подлежали казни, во-первых, иудей, потом Эллин. Признав же за несомненное, что язычник будет наказан за зло, из этого положения выводит заключение, что он будет и награжден за добро. Но если же и награда, и наказание – суть последствия дел, то закон и обрезание уже излишни, и не только излишни, но и приготовляют иудею большее наказание. Ибо если осуждается язычник, потому что не руководствовался природой, а потому и естественным законом, то гораздо более осуждается иудей, который при том же руководстве воспитан был еще в законе. К этому клонится речь апостолов. Теперь узнай смысл слов. Под Эллинами, разумеет, здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных и живших благочестиво, не имея закона. Каковы Мелхиседек, Иов и Невитяне, наконец, Корнилий. Равным образом и под иудеями разумеет иудеев, живших до пришествия Христова. Ибо стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой силы, обращает внимание на времена древние и показывает, что никакого не было различия между богобоязненным язычником и добродетельным иудеем. Если же иудей ничем не превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно было славно, то тем более не превосходит он его теперь, когда закон отменен. Имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от язычества, слава, говорит, и честь, и мир. Благо земные всегда имеют врагов, сопряжены с беспокойствами, подвержены зависти и козням, и хотя бы извне никто не угрожал им, сам обладающий ими всегда беспокоится в помыслах. А слава и честь у бога наслаждаются миром и чужды беспокойства в помыслах, как не подлежащие козням. Поскольку же казалось невероятным, чтобы удостаивался чести язычник, не слыхавший законы и пророков, то доказывает это тем, что бог нелицеприятен. Бог, говорит, не принимает во внимание лица, но испытует дела. Если же по делам между иудеем и язычником нет никакого различия, то ничто не препятствует последнему удостоиться одинаковой чести с первым. Итак, когда отменен закон, не величайся, иудеи, перед тем, который из язычников, делающий добро, равен был тебе даже в то время, когда иудейство твое было в славе. Стихи 11 и 12. Ибо нет лицеприятия у бога? Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Толкование Выше доказал, что язычник удостаивает с такой же чести, какой и иудей. Теперь доказывает, что во время наказания постигнет иудея осуждение. Язычники, говорит, не имея закона, согрешили, то есть не быв получаемый законом, поэтому вне закона и погибнут, то есть легче будут наказаны, как не имеющие обличителем закон. Ибо вне закона, значит, не подлежа осуждение по закону. Напротив, иудей согрешил под законом, то есть будучи получаемый и от закона. Поэтому и суд примет, то есть осужден будет по закону, как подлежащий закону, который отличает его и подвергает большему осуждению. Как же ты, иудей, говоришь, что не имеешь нужды в благодати, потому что оправдываешься законом? Вот доказано, что тебе нет никакой пользы от закона, так что имеешь большую, нежели язычник, нужду в благодати, как неоправдываемые пред Богом одним слушанием закона. Пред людьми слушатели закона могут казаться честными, но пред Богом не так. Пред ним оправдываются исполнители закона. Стихи 13 и 15. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Толкование. Доказывает то, что говорит против иудеев, и ведет речь с мудрым искусством, чтобы не показаться, будто говорит что-нибудь против закона. Как бы хваля и возвышая закон, говорит, что заслуживают удивления те, которые не имеют закона естеством, то есть имея убеждение в мыслях, ибо они не имели нужды в законе, а между тем выполнили закон, запечатлев в сердцах своих не письмена, но дела, и вместо закона, пользуясь во свидетельство о добром совестью и природными мыслями. Говорит здесь о трех законах. О законе писанном, о законе естественном и о законе дел. Язычники, не имеющие закона, какого? Писаного. По природе законное делают. По какому закону? По закону, обнаруживающемуся в делах. Не имея закона, какого? Писаного. Они сами себе закон. Как это? Руководствуясь законом естественным, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Какого? Закона в делах. Заметь мудрость. Не поразил иудеев, как требовал этого ход речи. По ходу речи следовало сказать так. Когда язычники, не имеющие закона, делают законное по природе, то они гораздо превосходнее наставленных в законе. Но апостол не сказал так, а выразился мягче. Так, сами себе закон. Этим он доказывает, что и в древнейшие времена, и прежде, нежели дан закон, род человеческий находился под тем же промыслом. Этим заграждает также уста тем, которые говорят, почему Христос не пришел научить деланию добра прежде, изначало. Познание добра и зла, говорит, он вложил во всех изначало. Когда же увидел, что оно не помогает, то пришел, наконец, сам. Стих 16. В день, когда по благослованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Толкование. С этих слов начинай свою речь. Начинай новую речь. Ибо теперь, говорит апостол о том, каким образом судимы будут все вообще люди. В день суда предстанут собственные наши мысли, то осуждающие, то оправдывающие. И человеку не нужно будет на судилище том другого обвинителя, не другого защитника. А дабы увеличить страх, не сказал грехи, но тайные дела. Люди могут судить одни явные дела. А Бог, говорит, будет судить тайные дела через Иисуса Христа. То есть, отец через сына. Потому что отец не судит никого, но всякий суд отдал сыну. И он опять 22. Можешь и так разуметь слова через Иисуса Христа. По благослованию моему, предоставленному мне Иисусом Христом. Здесь внушает, что благовествование не проповедует ничего противоестественного. Но возвещает то же самое, что вначале внушено людям самой природой. То есть, что и благовествование свидетельствует о суде и наказании. Богу нашему слава! Боряки, аминь! Ну, а болящих? Борящих, прежде всего, это не анила, которые прооперировали. Вот. Ну, как бы там неплохо было. Надежды нету, но... Так, и еще у нас болящая Надежда, которая находится в отделении нейрохирургии, госпитализирована. В пятницу завтра предстоит операцию. Хирурга зовут Андрей. Я сказал, что мы будем молиться. Он так обрадовался, как я могу сказать, потому что мы будем молиться о Нем, чтобы Его Господь укрепил Его руки, ум и сердце, чтобы все прошло благополучие, чтобы в Его руках был успех. И он четверт будет первого-второго. Вот. Ко мне какие вопросы есть? Как на полях? Сходы есть у нас? Нет, где есть, где нет. У нас морковка вообще не взошла в городе у многих. Поливать надо было. Поливали. Каждый день. Наверное, ночью. Что-то неправильно пополивали. У всех главное. И у Вити во Франции тоже морковь. Ну, это что-то какой-то антиморковный год, что ли. Какой-то это, чего это зависит. Заговор антиморковный. Умрем мы, наверное, без морковки. Решила, провести еще мировое, без морковки. Морковка. Продают в магазине морковки. Примерно такой вот длины где-то. И она вот как... Корявая. Выточена. Корявая. Как будто вы ее на токарном станке выточили. Я спрашиваю, откуда растет? Ну, это израильская. Да, в Израиле. А я все... Они в трубочках. И выращивают в пустыне. Пустыня. Там с водой очень плохо. А как они? Вот. Они у них капельные, они делают капельный полив, значит, там трубочка, там вода капелька всегда. Земля рыхлый, песок, и она ровно. А у нас, что у нас, земля-то твердая, вырастет. Одна морковка вот такая вот. Видите, там у нее пять морковок. Как кулак. Ну, бывают такие, да. Поэтому это зависит от нас. Сделай ты хорошую почву, вовремя посади, вовремя полей. Как это, и все будет, все вырастет. Все годы хорошая была в этом году. Ну, хорошая, хорошая. Бывает, и что-то это не так. Это не надо так, что вот это от чего-то, это что-то значит, морковка не выросла. Ну, у нас на огороде там растет морковка, там сходит, пропалывает он. Приходит, Игнати, говорит, я сегодня такую грядку морковки прополол, говорит, там аж это еле, говорит, на ногах стоим. Будем покупать. Да, будем, будем покупать. Узнаете, почем на базаре. Да, они не продают, они все съедают. Вот. И не хватает еще. Лена, морковка здесь, эта погода ни при чем. А поля, ну, поля там уже, что говорится. Еще раз садить. Поливать не будешь? Где-то кто-то, может быть, пересеивать сейчас все равно. Нет, сейчас сухая земля, все пересеивать. Нет. Все равно что-то вырастет. Где взошли, хорошо было, где нет. Где поглубже, в том посеяли. Поглубже было. Там влагу хватили, они уже перески были. А у кого там сейлка выше. На полях у одного фермера одно поле такое, другое похуже. Поэтому все равно вырастет, будем что-то. Крещение когда будет, будешь? Крещение будет, жив и здоров, будет быть 15 июля. 15? 15. Суббота. 15. Никогда что-то не было. Первый раз? Что? Первый раз в субботу за всю историю, правда ли? Ну, что же. Все что-то делается в первый раз. Репертуарчик. Обязательно ввижу, что-то есть в первый раз. Было бы, я не знаю, может быть, я в субботу и крестил кого-то. Маленьких, может быть, в субботу. Причем здесь в субботу не запрещается крестить. В субботу, перед Пасхой, Великой Субботой, это всегда, в этот день, кажется, из-за Христа креститься, вот Христа обреклостится. То есть в это крестились все, готовились в течение Великого Поста, люди подготавливались, и в этот день их крестили, в субботу крестили. Вот так вот. Так что здесь суббота не претен. Так, еще что? Батюшка, а в спасении что важнее, вера или дела? Вер, вера или дела? Сейчас в машине что важнее, бензин есть или мотор? Одно без другого может что-то стоять? Может, на воде. На воде. У нас тоже много, вера без дел мертва, и дела без веры есть ничто. Есть много доброводительных людей, но веры нет, это ничто. Ничто перед Богом. Вера, написано, вера без дел мертва. Ты хоть как, весь меня в грудь, я православный, истинно православный, супер истинный. Но если ты не живешь по православному, правильно славишь Бога, то это ничего не значит. Поэтому, никак, одно без другого никак. Вера без дел нет. Вот и все. Представим, когда на суд Господь будет что спрашивать? Как ты веровал, как ты крестился, или что, какие кондахи, тропари пел. А что, говорит? Видел меня, говорит, жажущим не напоил. Видел меня, говорит, раздетого не одел. Я был болен, и в темнице ты не посетил меня. Вот о чем Господь будет спрашивать. А мы, думаю, здесь, Господь не будет спрашивать, какими пальцами мы там крестились. Два или три, или там ладонью всем. Он в католике ладонью крестит, но мать Тереза была католистка, ладонью крестилась. Но никто из нее, кого я встречал, все говорят, никто не сомневается, что она святая. Ни православная, там, старообрядцы, там, и другие, да, все признают, да. Почему? Она делами своими засвидетелиствовала даже, что она шла по стопам Христа. Она шла туда, где нельзя было. Где врачи боялись, прокаженные, с прокаженными нельзя. Она с прокаженными, прокаженных там отирала, обихаживала, обихаживала прохоженных. И других там, да, все здесь, представляете. Вот, пример нам оставляют люди другой веры. А то я там, о, да католики будут они там, они все вроде бы уже не спасутся. Нет, Господь будет нас судить потом, как мы верили, как жили, как делали. И сегодня говорят, по стопам его шли или нет. Господь как? Всегда что-то делает, скажет, а как Господь поступил в этом деле? Трудно что-то, я не знаю, как поступить. А спроси, а как бы Господь поступил? То есть, дай, найди такой. Так и я буду поступать. Тогда бы все было хорошо. В толковании часто говорится, деятельность и созерцание. Рука об руку. Ну, деятельность должен, мы должны созерцать о том, что... Счастье смотреть на небо. А не как свинья утнулись в коры. Ой, как мне хорошо здесь. Ой, голову не поднимешь даже на небо. Об этом думать, созерцать о том, что нас ожидает там. Какие блага Господь приготовил. Об этом даже апостол Павел говорит, что пересказать нельзя. Выбор несет третьего неба, а человеческим языком то, что там видел, не может пересказать. Как это там? Вот так вот. Так, а брат-то что хотел этим сказать? То есть, батюшка это пояснил? Ну, ничего, просто задал, да и все. Брат, а ты что сам-то думаешь? Ну, мы только сегодня слушали, во-первых, писание. Что о вере и о делах. То есть, язычники будут спасаться чем? Своим законом. Право или неправо. У них веры-то нет в Бога. И возьмите древних иудеев. У них была вера в Бога. Они знали, что Он есть. А была или нет, не даром фарисеев осуждал Христос, когда пришел. Вышел на право. Говорится, тот, кто не знал закона, будет судить, как не знающий закон. Но все равно осужденный. Вот смотрите. Допустим, простой человек совершил какое-то преступление. Никакой должности не занимает. Просто украл или еще что-то сделал. Для него статья, а если это совершил человек, который... должен был, как сказать, надзирать за этим, там, ну, милиционер или там чиновник какой-то... То к нему статья... То же, что мы сняли, а ему более сугубая. Ну, конечно, если только откупится от судьи. Ну, да. А если нет, то там уже статья идет, там, гораздо выше уже наказание идет. Так и здесь. Ну, не говорится, что язычники будут там... Они будут судимы, как не знающие Бога, но своим зато. Ну, там, по их законам будут. Вот и все. Нам не надо судить их. Нам надо судить самих себя. Как я живу? А там Господь будет судить. Кто там? Говорят. Вот каждый из вероисоветов есть такие примители. В раю будем только мы. Там это нисколько не сомневается. Кто-то сектанты, которые там сто лет образовавшиеся. Мы спасены. В раю будем только мы. Есть такие. И всех вероисповеденных говорят, только мы там будем. Не надо. Господь будет, Он судья будет. Кто пришел... Вот я только... Кого? Он только обратился еще. Года нет, а вот уже там вроде бы это... Как? А я вот 10 лет, там, а то это 50 лет верующий. Да не поэтому будет Господь судить. Кто когда? Кто пришел, говорит, в первый час получил. И, наверное, в 11-м часу тут же награду получил. Столько же. Да, столько же. Господь это все оставляет и на суд Божий. Судить здесь не надо. Судить себя, свои грехи осуждать и стараться от них избавлять. Это будет выбрасывать в забор. Аминь. Аминь. Ну вот, аминь. Хорошо. Как там, Баш, стараются, трудятся, живут... Трудятся, трудятся, хоть и лица трудятся они там. Каждый день я там сейчас на огороде. Как там с озерами? А что, озера стоят у нас, но один прорвало только пруд, а так все нормально. Я помаленьку гальянов ловлю. Им даю даже там этих. Угощаю их гальянами. Караси не ловим пока, сейчас не рестак попадается. Один, два, я их клетку там осаживаю. Сейчас еще икромет идет. Караси много, давай, снабьется в мордушку этих маленьких. Один раз набилось 150 штук. Ну что, посчитай. У меня вот такие вот, маленькие, вот такие вот. Вы отпустили обратно, да? Мы пожалели на мордушку. Конечно. Вчера только выжили, вчера было 100 штук. Ну, 98. Интересно, я считаю, конечно. Я в другой пруд, там где костер. Возьмите в пруду. Я в прошлом году только карасей с этого перетаскал. Тогда вот поймали, таких маленьких. 800 с личным штук. А в этом году поставил, посмотрите, что там. Попалось несколько штук, попались такие вот. Ого! Руши. Да, все нормально. Уже можно ловить. Ну, сейчас нельзя. Только будет нерест. В августе можно будет. Так, начали, чтобы. Поэтому так, сейчас. А, снова, до озера прорвало. Везде это. О, прорвало там. Не так же. Да не такие плотины прорывают. Наводнение. Я вчера включил дерево. Я показываю. Даже на Востоке, там, в Приворсце. Краснодаре. А машину подхватило. Мужик стоит, руками хлопает. А машину, по колоте этим, водой понесло. Машину его несет. Машину выносит. Какие там плотины удерживают в такой воде? Там дороги размывает, которые были все. А у нас плотину, там, кто-то, вот, неправильно там сделал. И, знаете, делали то, что было по средствам, по силам. Так и делали. Всегда так было. А плотины разрывают. В Корчене не такие плотины. Шупинские там размылают. В прошлом году они так, как следует, не заделали. Так чуть-чуть замазали тоже, и все. Это везде так и может быть. Что там, вон какая, смотри, там, Каховская ГЭС. Гидростанция плотина. Ну, там, вроде бы, взорвали, говорят. Вода – это стихия. Да. В притчах, кажется, или у Иисуса Насерахова говорится так. Не давай воде выхода. Воде много не надо. До савтра в плотине прокопать дырку, сделать, чтобы в палец толщиной. Плотина будет разум. Не давай, говорит, воде выхода, а жене власти. Да ладно, герой мальчик. Если же не дай власть, она размоет всю семью. Это, я говорю, из слова Божия. Запомните. Не давай, говорит, воде выхода, а жене власти. Конечно, мне, когда, думаю, недовольно будет, как это, как я показывал, был когда-то за границей в Америке. Фотографии показывал, и устав свой какой был. Ну, один из пунктов у нас в уставе такой есть, что замужними женщинами не производить никакие денежные или материальные там сделки без благословения мужа. Все и одна. Я с этим не согласна. Такая дама, красивая. Ну, уже так она, лет на 50. Я с этим не согласна. Я говорю, ну, малыш, а у нас так, чтобы не было этого. В доме должен быть глава мужа. Ну, больше никто. А потом я спрашиваю там, а что это за дама? Ну, это матушка отца на столе. Ну, так. Было такое? Костер-то когда будет, батюшка? А? Костер будет, когда? Не знаю. Не знаю, пока не знаю. Будут, может, гонения какие-то, да, будет, а так я не знаю. Костер? Ты думаешь, что? Когда на костер повезут, то в этом спрашиваешь? Нет, да, что? А, ты не дождешься, когда добычнический венец получишь. Да что вы! Как это? Ну, 9 том, точнее, я как-то доберусь. Я по порядку, я ни один не просчитал, скажу, что. А так, беру там где-то один, другой. А я взял 9 том. Ну, и там он о святых. Там святые как все вели, там все это, какие гонения были там на это. Девокритяне были гонения. Вначале там только... А потом дал указ, что любой человек... Девокритян. Может, христианин, да, христианин, может убивать. Любой. Без суда и следствия. Убивать и все. Вначале там судили, там приказать рекать, а это нет. Христианин вчера узнал, что соседа убивал, и что за это награду получали. Вот когда началось. То есть резня была такая, что... Но потом, после него, по-моему, Константин пришел император. Вначале он, значит, сказал, что христиан приравняли, как бы, как я, а потом дал, как бы, ну, сказать, как там это... Привилигии. Свобода вероисповедания, а потом уже стало, как христиан, что-то, как бы, религия, как бы, государственная. Бесударственная. Первенствующая. Бесударственная. Первенствующая религия. Первенствующая, так скажем. 314-й год. Поэтому, кто знает, а какие, не костры были, а представьте, были в 37-й, начиная там с 20-го года, какие были. Ну, заходили, идет служба в храме. Заходят в алтарь, там батюшку зашивали в облачении, сейчас стал сопротивляться, и тут же расстреляли. В алтаре прям расстреляли. Кто-то сопротивляться, об заступающих, там стали этих, там убили несколько из этих, которые были-то, ну, ГВД-исты или кто. Пристали там, говорят, роту пулеметчиков, и кто были там, порасстреляли всех. Это свидетельство, это никуда не было. Это было, было такое. Ну, я служил в Тюкалинске, это Омской области. Городишко там небольшое, там два раза храм строил. Первый раз построили новый, я помогал, там батюшка служил другой, отец Дмитрий Храмцов. Он, и потом меня туда поставили на стоять, у меня полгода, и храм сгорел новый. Ночью загорелся, в 3 часа ночи, ну, понимали, что там поджог был. Как это установили, что поджог был. Загорелся от главного входа, загорелся. Обычно это бывает, что где-то там в Панамарке, в Алтаре еще остается, а это от главного входа загорелся храм. Плескнули что-то? Да, плескнули там что-то. Так вы рассказывали такое, еще старые там, когда были жители еще, ну, ты думаешь, их там дети рассказывали, что батюшка был. Вызвали, говорит, батюшку с этой деревни почистить, там, исповедовать больную. Нет и нет, и день, и два нет. Пропал батюшка, нет. А потом, через какое-то, уже прошло сколько-то время, а там какой-то был колодец заброшенный. Нашли батюшку в колодце в этом заброшенном. То есть вызвали, и там его, да, с колодец бросили, и все. Как-то было, это уже, ну, это несколько лет, уже прошло там лет 20, в тайге, в Красноярске там, нашли, значит, могилу, 60 священнослужителей в этой могиле были. Это средство массовой информации даже проходило. Были, говорит, и все, когда смотрели, у всех черепы, черепной была дырка. Наганы. Ну да, расстреливали, в одну могилу, представьте. Было там уже недалеко лагерь какой-то было, или что там, наверное, и вот так вот. Рассказывал близкие мне уже, сказать, сейчас, как родственник, Александр Иванович Устинов. Вот, Володя Устинова, отец. Вот, он в лагере-то сидел, ему давали два... Вначале приговорили к высшей мере наказание, потом заменили 25 лет особого лагеря. И вот она сказала, нас, говорит, утром выводят на работу идти. Смотрим, возле проходной стоит в черном. Я, говорит, не знаю кто, но я, говорит, понял, что это или монах, или все-таки священнослужители, говорит. Так, похоже. Стоял в сторонке, так он, стоял там, под охраной. Вечером, когда мы возвращались, то на одном месте стояла, говорит, ледяная черная статуя. То есть водой. Мороз большой, воду поливали, поливали, и водой его заморозили. В воде. Знаешь, как было? Вот, и там рассказывает, сколько там это уже было, какие издевательства были. Это не надо говорить. Ну, прочитайте, книга есть отец Орсения. Там, да, образ там собирательный образ. Ну, это все. Я со мной встречался, отец в Парфеоне, 90 лет было. 20 лет в своем лагере пробыл. 20 лет. Остался живой. Это он порассказывал. Там он рассказывает, так это... Ему-то какая нужда, что мы сидим вдвоем с ним. Там это в комнате, в соборе в Омске. Жили он в одной комнатке, а я в другой. Но я приду вечером к нему. Я записывал магнитофон его, значит. Я где-то в этом подвязнике, наверное, или нет, другой был у меня. Я дырочку прорезал и микрофон спрятал так. А магнитофон там большой, там с сумкой положено записать его. Но он рассказывал, голос тихий. Записало было. Ну, потерялись это все уже. При приезде там где-то нет этих записей. Отец Парфене. Как-то его фамилия Медзержинский, что ли. Он как-то не из поляков. Там он рассказывает, так сидишь, и у самого голоса на голове поднимаются. Что было такое. Не дай бог этого будет. Поэтому это время, которое есть у нас самое благоприятное. И время такое. Трудись, что ли, трудись. Проповедовать можно. Все, все. Трудись, и никто тебе ничего не скажет. Трудись. Так, ну все тогда. Так, кто меня сможет до автовокзала проводить? Севастьян зайдет. Нет, он торопится. У него там это ограничено. Я могу вас проводить. Нам заехать надо будет в больницу на Димитрово. К Нианиле. Нази сказал. Я говорю, стой, вы поедете, там подъехте. Где занятия проводили, напротив. Там, говорит, Шлагбаум в больнице. Вы, говорит, остановитесь. Я, говорит, выйду и зайти. К Нианиле. Надежду с собой взять? Она выйдет. А, она выйдет, да? Она выйдет. Давайте я сейчас картинки сброшу, куда поехать. Да, я понял. Я там лежал. Я оттуда выходил. Там около Бестро. Она остановилась. Да, да. Ну там, напротив, почти корпуса. Ну так, не совсем. Да, ну все. Мы полчаса выйдем. Давай сейчас, вот, минут через десять. Там зайдем, и меня до автовокзала. У меня не 11.35. Ну тогда занятия не будет, тогда? Не знаю. Я ничего вам не говорю. Едешь? А то я, скажешь, едешь в какое-то, а батюшное занятие отъедешь. Я приеду. Нет, нет. Я не принял ничего. Оставайтесь все. Занимайтесь, что хотите. Достойно есть оково истину, блажите Тя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочую, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Серафим, без искрения Бога слова родшую, сущую, Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных применников, от внутренних расприй, от беззакония, которое встанет, не остановит делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твои, изреченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твоя, Бога Иегова. Дух Святой за наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец и Святой Дух. Аминь.